В которой увещевает народ, рассказывает, в то же время через каждые несколько пасухов он увещевает, он просит, он требует, он настаивает. И зачем нужен был такой, такая песня в конце? И вот комментарий Бенезе говорит о том, что он обращается к людям, которые ничего не видели. Он обращается к людям, которые не принимали участие в грехе золотого тельца, которые не стояли у горы Хорьев. Они дети этих людей. Максимум, что может быть, что ребенку было 10-5 лет во время выхода из Египта, и поэтому он не умер, ему всего 45 или 50 лет. Поэтому он не умер, потому что он и не грешил. Он не отливал золотого тельца, он не участвовал в панике, когда пришли разведчики и сказали, что земля полна великанами. И фактически это не повторение, это рассказ о том, что было. То есть, может быть, вам ваши отцы рассказывали что-то из того, что они помнили, но я вам расскажу, как это правда было, чтобы вы себе представляли. Тем более важно повторить законы, не только историю, вот мы вышли оттуда, пришли сюда, вот там так построили, там так построили. Нет, законы, я вам сейчас повторяю, законы, которые слышали ваши отцы у горы Синай, а вы не слышали, поэтому я вам их рассказываю. Так что это дворим, это не совсем повторение. Это как с чистого листа. Он обращается к поколению, которое не участвовало. Мало того, не участвовало, я говорю, в всех событиях, которые вот в этой книге описываются. Мало того, следующая книга после пяти книжек, это пророки, это Мариим, начинается с книги Йошуа. И Йошуа перед тем, как ввести людей в землю, чтобы ее завоевывать, перед тем, как ввести, он обрезает весь народ. То есть те, кто был еще вышен из Египта, еще как-то так по старинке, там, когда жили, они были обрезаны, потому что евреи обрезались, даже будучи рабами, они обрезались. А вот во время путешествий, во время странствий обрезание было проблематичным. Это болезненно, это операция, нужно обязательно точно знать, что на этом месте мы пробудем столько времени. Никто этого не знал, поэтому обрезание было, ну, скажем так, рискованным делом. Рискованным делом. Поэтому Йошуа бендун, уже когда точно стоя в степях Моава, сразу после смерти Моше, Йоша переведет людей через Йорден, так вот перед тем, как перевести, он делает обрезание всем людям. То есть все заново, обрезание заново. Брит завет между Богом и евреями, да, они его видят, да, они его знают. Моше постоянно им напоминает. Но вот всю историю заключения завета между Богом и Израилем он рассказывает, и он поет, и поет, и поет. 36 глав последней книги – это песнь Моше, которую он потом записывает отдельно, и она находится возле стенки ковчега. Так что книга Дворим, я говорю, за небольшими отклонениями и уточнениями, она фактически повторяет то, что написано в книге Шмотва и Край Бумидбар. Чего-то в ней не будет, что-то более подробно, слово добавлено, или там ситуация разъяснена, немножко поворот другой. Мы с вами говорили, например, что грех разведчиков, если его читать в книге Бумидбар, там написано о том, что сказал Бог Моше, пошли, шлах лиха, пошли себе разведчиков, пусть разведают, от одного возьмешь, от каждого колена возьмешь по одному человеку и так далее. А в книге Дворим чуть попозже мы будем читать о том, что вы подступили ко мне, вы попросили меня, вы сказали, давай, значит, пошлем разведчиков, и Всевышний с вами согласился. То есть чуть-чуть разница, чуть-чуть вот нюансы, а в то же время очень интересно, а как же в действительности было? Ну, комментарий, как мы уже с вами, может быть, упоминали, комментарий говорит о том, что Бог согласился, когда услышал, что просит народ, он часто так делает, сделай по слову, сделай по слову, хорошо, что они так сказали, бывают у него такие благоприятные какие-то отношения к сказанному Израиле, он говорит, сделай по слову, как они сказали, и вот комментарий были такой, они подошли, сказали про разведчиков, и Бог согласился, и после этого сказал Моше Шлах-Леха, услышал то, что говорит народ. Ну, так или иначе, мы с вами, когда читаем комментаторов, чаще всего будет отсылка, смотри комментарий на, то есть настолько похожие ситуации в книге «Дворин», что, значит, это уже оговорено вначале в книге «Шмо», «Твояка» и «Бенбар», что чаще всего будут отсылать сами комментаторы к самим себе и отсылать, настолько похожи. Ну, что в нашей сегодняшней главе особенного, ну, во-первых, наверное, самые важные такие, то, что называется, решающие поворотные события, одно из них мы будем обсуждать в второе мнение, нет, наверное, не может быть, скорее всего, не хватит времени, это повторение «Десяти заповедей», и второе – это «Шма», не совсем молитва, та самая цитата, которую мы с вами используем каждый день, утром и вечером, молясь на заповедь, еще в «Бехаловку-Меха», когда вечером ложишься спать, читай, когда поднимаешься утром, мы строго сгибаем утром, вечером и утром мы повторяем «Шма». Вот именно тот отрывок, который сегодня мы с вами будем читать. Но начинается глава с еще одного события, Моше, собственно, Эдханан, «И молился я, или заставил я себя молиться о снисхождении, и молился я Богу в то время, говоря, Господь Бог, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и мощную руку Твою» и так далее. И он говорит, почему же я не могу войти в эту землю? Дай мне перейти и увидеть эту страну хорошую по ту сторону Ярдена, прекрасные эти горы и Ливан. И Бог говорит ему, ох, хватит, замолчи, больше не проси меня об этом, ибо решение уже вынесено. И тогда Моше начинает жаловаться, он обращается теперь, то он рассказывает, как он молился, и Бог ему говорит, оставь, не тебе входить, придет Иошуа, ты его укрепи, сделай его хазак, сделай его сильным, и он выйдет. И дальше Моше говорит, а теперь слушай, Израиль, установили законы, которые, я вам говорю, перед тем, как вы зайдете в эту землю. И после того, как он говорит небольшую проповедь, он говорит о том, чтобы вы в той земле, в которой вы идете, не поклонялись ни звездам, ни солнцу, ни луне, то, что уготовлено для других народов, вам и подходит. Помните, может быть, когда мы несколько глав раньше, мы с вами обсуждали идею о том, что астрология, то есть влияние звезд на еврея не совсем правомочна, то есть если еврей живет, ну, как все, если он, так сказать, немножечко пассивную позицию занимает по отношению к звездам, то предсказания астрологов могут на него и повлиять. То есть ему говорят у тебя вот это, вот это, вот это неправильно. Но если мы говорим о евреи убежденном, о евреи сильном, о евреи верующем, то мы подчеркиваем о том, что да, звезд, луна, как и для всех народов, могут быть, могут оказывать какое-то влияние, если ты этому поддаешься. У тебя, у еврея есть особый инструмент, это личное отношение к создателям этих звезд. Поэтому если тебе предсказали, мы уже говорили об этом, если тебе предсказали что-то, что у тебя могут быть какие-то приятности и неприятности, ты всегда можешь помолиться и сказать Господи, пожалуйста, Кенни Гератсон, пусть будет по твоему желанию, и пожалуйста, если мне что-то грозит, пожалуйста, расстрой замыслы злоумышляющих против меня, а если наоборот у меня радость, то пожалуйста, давай, я знаю, как быть благодарным тебе, ни звездам, ни уме, ни тому, что готово для других народов, вот мы, и вот это в проповеди Моше он говорит о том, что вот туда не ходите, этого не делайте, не будьте похожи, не слейтесь с теми народами, куда вы заходите, и опять немножечко сетует, и вот тут немножечко проблематично, я бы хотел чуть-чуть внимательно рассмотреть проблему, которую мы с вами знаем, но мы практически все проблемы, которые будут в книге дворе, мы все когда-то упоминали, когда читали в предыдущем повествовании, и вот значит 24-20 и вас взял Бог вывелось из горнила железного из Египта, чтобы вы были его народом, его уделом, как это и есть теперь, а Бог разгневался, это 21-й пособ 4-й главе, а Бог разгневался на меня за слова ваши, или из-за слов ваших, и поклялся, Бог тогда поклялся, что не перейти мне ярден, и не войти в страну прекрасную, которую Бог всесильный твой дает тебе в удел. И мы чуть дальше, значит, о каких словах как израильтяне, как сыны Израиля, как народ Израиля, какими словами он мог навлечь беду на Моше. Для того, чтобы это увидеть, мы должны увидеть с вами два события. Два раза Моше добывает воду для Израиля. Первый раз мы об этом читаем, причем оба раза это место Мерива. Мерива означает спор, распря, воды, распри, май Мерива. И вот первый раз это книги Шмот во 18-й, прямо с первого пасука начинаем. И двинулось все общество сынов Израиля из пустыни Син в странствия свои по слову Бога. И расположились с Таном у Рафидима и не было воды, чтобы пить народу. И ссорился народ с Моше и говорил, дайте нам воды, чтобы пить нам. И сказал он Моше, что вы ссоритесь со мной, для чего вы испытываете Бога. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моше и говорил, зачем ты вывел из Египта, чтобы уморить меня и детей моих, и скот мой жаждый. Возобил Моше Богу, говоря, что мне делать с этим народом, Бог сказал, возьми посох, ударишь по скале и польется из нее и будет пить народ. Ты сделал Моше на глазах у старейшины Израиля, а потом назвал это место испытаний раздора Морева из-за ссоры сынов Израиля, потому что они искушали Бога, говоря, а вот эта фраза, она правда нехорошая, она правда нехорошая, сыны Израиля говорили, есть ли Бог среди нас или нет. как можно было сомневаться есть Бог или нет, Машир постоянно ходит и разговаривает с ним, если только что прошли чудеса при выходе из Египта, все еще живо в памяти, водораступились, колесницы утонули и как можно спросить, а они говорили, они искушали Бога, есть ли Бог среди нас или нет, то есть в данном случае Бог выдает, не выдает, он упрекает Моше и Аарона, он говорит, вы не дали, не осветили им имя свое с корня Кадыш, вы не дали осветиться имени моему, а ведь Моше сделал все, может быть так, может быть не так, непонятна вина Моше, после которой люди говорили, есть ли Бог среди нас или нет, такое впечатление, что Моше был неубедителем, он что-то не доказал, хотя он сделал все, как и положено, и он сделал так, то есть он ударил по скале и пошла вода, он напоил людей, но они все равно говорили, если Бог среди нас или нет, тут скрытая какая-то тайная вина, которую мы с вами не можем объяснить, кроме как, только опираясь на комментарии. Но вот второй раз, собственно, здесь нет никакого гнева Бога на Моше, он сделал, но слова, из-за которых Бог разневался, вполне могли быть такие, Моше то ли недостоверно говорил, то ли недостаточно убедительно, то ли не каждый раз упоминал, мы можем только спекулировать в этом смысле, не каждый раз упоминал, что вот это, вот это, вот это, вот это делается по воле Бога, то есть он мог сам взять посох, ударить по скале, люди видели, что Моше это сделал, а вопрос о Боге оставался, может быть, не знаю. Но вот сейчас в Бамидбар Бог говорит, обращается к Моше и говорит, это то же самое, то есть похожая ситуация, да еще в том же самом деле, вместе пришли сюда из Израиля все общество в пустыне Цин, первый месяц, рассместился народ в Кадыш, умерла там Мирьян, похоронена была там, и не было воды для общества, мы читали с вами о том, что это знаменитый колодец Мирьян, как только Мирьян приходила, как только она обосновывалась и помогала расположиться лагерем, тут же появился колодец и вода была всегда, и вот Мирьян умерла и колодец кончился, собрались они против Моше и Аарона и спорил народ с Моше, это второй раз, первый раз они просили воды и спорили и тут опять спорили, но здесь гораздо жестче и сказали лучше бы нам умереть, как умерли братья наши перед Богом, зачем привели, только что были события с Корохом, зачем привели вы собрание Бога в эту пустыню, чтобы умереть тут нам и скоту нашему, зачем вы вели бы нас из Египта, чтобы привести нас и вот дальше, вот слушайтесь, мы иногда пропускаем такие слова, слушайтесь, какой сарказм эти люди не просто ругаются, они по-еврейски ругаются, еврей всегда саркастичен, он всегда вот с какой-то подколочкой обязательно скажет что-то и здесь, и здесь сарказм, чтобы привести нас в это дурное место, лишенное посева, а ведь вы обещали землю, текущую молоком и медом, а тут даже посева нет, и смоковница, какие смоковницы, вы привели нас в пустыню, и винограда, а ведь вы обещали, и гранат, а вы ведь обещали, мы стоим, да неужели у нас глазочки повылазили, неужели мы не видим, что это пустыня, и они говорят, какие гранаты, какие посевы, какие смог вы, воды даже нет, это явный сарказм, когда издеваются люди над тем, что было то, что называется по-английски promise land, обещанная земля, обетованная земля, а они вот такие гранаты, о чем вы говорите, воды нет, и вы хотите нас сюда привезти и сказать, что моя земля, и пошел Маше и Арон от собрания ко в ходу шатер откровения в ужасе пошли, в ужасе, потому что эти люди, я вам приведу пример, когда за подобное издевательство было наказание, похоже, это очень похожая ситуация, Элише, знаменитый пророк, ученик Элияу, это пророки времен книги, книга Млахим описывает их, ранее пророки, Элияу, мощнейший пророк, известнейший пророк, о нем много легенд сложено, и он восставал против предательства Бога не только в Израиле, я имею в виду в северном царстве, но и в южном царстве, он бежит, он скрывается в пещере, видит видение, ему открыто было многое, и вот он выбирает молодого человека, Элише, Элише всю свою жизнь с ним ходит, Элияу, как ученик улавливает его учение, его возможность разговаривать с Богом, и вот Элияу один раз просит его, Элише, уйди, отойди от меня, ибо ты не должен видеть, он говорит, нет, учитель, я тебя не брошу, и он остался из упрямства, остался посмотреть Элиягу, пришло время, и Элиягу, он увидел, как колесница огненная спустилась с немец, подхватила пророка Элиягу, и унесла опять на небеса, почему мы и ждем каждый прессах, мы ждем Элиягу, Ганави, который придет возвестить в димаше, и в димаше, никто его не хранил, он не в земле, он живой, он каждый раз, каждый прессах, мы его ждем, наливаем, косы и я, и вот после того, как Элиша увидел это, скорее всего, конечно же, он об этом рассказывал, и вот сразу после того, как он увидел вознесение Элиягу, он попал в один город, и когда выходил из него, молодые люди, наара, наарим, молодые люди пошли за ним по дороге и кричали ему вслед, плешивый, поднимись, плешивый, поднимись, и что это имеется в виду? ну, плешивый, ладно, это просто унизительное, унизительное прозвище, которое они видели, он действительно был лысоватый, а вот поднимись, это была явно издевка, поэтому он потом, издевка над чем? Издевка над тем, что он рассказывал про своего учителя, как он остался в живых, как он был вознесен, а они ему говорят, ну, если ты такой умный, так и ты поднимись, если это твой такой учитель, и он обернулся, проклял их, и там две небедведицы выскочили, очень долго я пытался примириться с этим текстом, пока один очень известный большой раввин не объяснил мне, как нужно понимать этот отрывочек из книги Млохим. Но издевка, ирония, сарказм, который проявили эти молодые люди, не совсем они молодые, просто бездельники оказались, значит, сарказм, он был наказуем, поэтому Элиши повернулся и проклял их. И вот в данном случае за такие слова я понимаю, что нельзя проклинать, но такие слова могли, могли, очень рассердить и Маше, и Аарона, потому что это был явный сарказм по отношению к обещанию, которое Бог высказал, я вас приведу в землю, которая, и дальше она арховал, тава, она и широкая, и красивая, и полная. И вот они убежали от Ашатра Откровения, и полениц, и явилась им слава, они пошли к Шатру, и явилась им слава Бога, Квот Адонай. То есть облако было над Шатром. И говорил Бог, обращаясь к Маше, так, возьми посох с твой, и созови все общество, ты и Аарон, скажи скале на глазах, чтобы она дала воду, и извлечешь ты из них воду для скалы, и напоишь общество. И взял Маше посох, и что сказал Маше? И созвали Маше и Аарон собрание к скале, и сказал им, сказал им Маше, слушайте же, строптивые, или бунтари, слушайте же, строптивые, не из этой ли скалы извлечь нам для вас воду? Очень много комментариев о том, что нельзя было говорить нам, надо было опять-таки упомянуть, что не из этой ли скалы вы хотите, чтобы Всевышний дал вам воду? Он говорит нам, то есть я и Аарон, тут тоже может быть какой-то грех, самое главное, претензии Бога, вы не осветили имя мое, но он сказал им строптивые, или бунтари, и вот где мы можем видеть подтверждение, что эти слова были дневными, Бог в данном случае даже несмотря на их сарказм, нигде не проявляет, что он прогневался, то есть Маше ревнитель, а Бог не гнев говорит, пойди возьми посов, скажи скале, у них на глазах и она даст воду, а где есть подтверждение тому, что Маше прогневался и все-таки наговорил, это очень далекая к этому книга, это книга псалмов, это Тегелин, вот 106 псалом говорит вот, что 106 псалом это 32-33 посолка, и прогневили они Господа увод миревы, это вот здесь и сейчас, и прогневили они Господа увод миревы, и пострадал Маше из-за них, как пострадал, потому что он прогневался, ибо возмутили они дух его, то есть заставили ревновать, заставили вспылить, и возмутили они дух его, и изрек он это устами своими, что это непонятно, нечто он изрек устами своими в возмущении духа, ну вот может быть это тот самый случай, когда Маше превысил свои полномочия, когда Бог спокойно говорит, возьми посох, скажи так, скажи так, скажи так, а Маше то, что называется по-английски overwhelming, у него перехлестнуло через край возмущение от такого сарказма. сарказма не только сарказма сарказмом, но и с другими собеседниками и раввинами, мы говорим о том, что способ правления Маше возможно был исчерпан. Новая ситуация образования государства, новое, совершенно новое военное действие, которое требует другого подхода, другого человека, другой стиль руководства. Да, может быть, да, может быть, и Всевышний это знал. И Всевышний это знал. Поэтому Рамбам, Ираша, Ибн-Эзра говорит о том, что гнев Маше в данном случае был неоправдан. И мы с вами говорили о том, что Маше побоялся, побоялся, что скала, из которой должна была пойти вода, она ведь мертвая, она ведь не услышит. И вот по поводу слышащего камня есть очень интересный посылка, очень интересный стих из другой книги, это Йошуа Бен-Нун, 24-я глава. Йошуа перед смертью перезаключает договор. Договор на самом деле сейчас вот книги дворин, он как бы перезаключается один и тот же договор, один и тот же завет, у нас не бывает новый, старый, это один и тот же завет, но каждый раз он требует подтверждения, каждое поколение по-другому воспринимает, и он здесь, сейчас, в поворотных точках истории нужно его перезаключить, нужно подтвердить, что люди добровольно еще раз, еще раз, еще раз выбирают тот завет, который был заключен на горе Синаи. И неоднократно мы будем видеть, включая Мехемию, включая переход через Ярден, и вписал, интересная история, и вписал Югошуа слова эти в книгу Торы Божьей, ну уж мы не знаем, что он там дописывал, и продолжение, это уже книга, он только в книгу Главием, в книгу Пророков мог что-то вписать, какие-то свои поступки, но дальше, и взял большой камень, Юшуа взял камень, очень большой, большой камень, и поставил его там под Теребинтом, дело в том, что некоторые языческие святилища были как раз под Теребинтами, и у нас запрет есть, вот, не поклоняйтесь под Теребинтами, то есть было некое святилище, было некое святилище, и рядом рос Теребинт, некое развесистое, хорошее, крепкое дерево, и он поставил там камень, чтобы если человеку придет в голову, потому что в рощах молились, маленькие рощи, которые сохранялись веками, сохранялись на территории, были уникальны для Ближнего Востока, вы помните, Ближний Восток, Турция, это все такие лысоватые, сопки, лысоватые горошечки, поэтому если вдруг роща растет, значит место благословенное, поэтому там что-то есть, и люди приходили под Теребинт, и он под Теребинтом поставил этот камень, чтобы если человек вдруг, не дай Бог, придет поклониться в этой рощи, он увидит камень, но это не простой камень, поставил его под Теребинтом, который подле святилища Господня, и сказал Иоше всему народу, вот камень этот будет нам свидетелем, не первый раз мы камень ставим свидетелем, когда Яков бежит от своего кести, кисть его нагоняет, и говорит, отдай, дочери мои, дети мои, овцы мои, тот говорит, нет, разбирались, разбирались, он говорит, что вот я тут заработал, тут заработал, то есть была такая масса алматан, была торговля, и в конце концов они поставили холм свидетелем, и на этом холме сделали трапезу, этот холм на границе, за него с плохими мыслями нельзя приходить, и в эту сторону за него нельзя приходить, и камни очень часто ставились как пограничные, за них нельзя было заходить, и после них нельзя было, Я имею в виду со злым умыслом, но это необыкновенный камень у Иешуа. И сказал Иосифа, вот камень этот будет нам свидетелем, а у Якова этот, вот холм будет нам свидетелем, ибо, а вот дальше волшебное, ибо он слышал все слова Господа, камень, слышал все слова Господа, которые он говорил нам, да будет он свидетелем против вас, если измените Богу вашему. То есть в данном случае ничто, подчеркивается то, что ничто не, нельзя по человеческими мерками мерить. Камень у Бога может услышать. Камень может услышать. И вот в Иешуа это как раз проявляется, он слышал все слова Бога, поэтому Маше не должен был бить второй раз, он два раза ударил посохом, поскалил, он не должен был бить, он должен был сказать, оказывается, камень может слышать. Нет чудес, которые не могли бы, были бы не под силой Всевышнего. И Бог тогда говорит ему, это вот как раз в главе Хукад Бен-Идбар, потом только упоминается, что Бог гневается на него, за то, что вы не поверили мне, чтобы знаменовать святость мою на глазах у всех слов Израиля. И вот Маше жалуется, сетует, что он рассердил не совсем правильно, что-то выполнил. Когда Бог ему заповедовал поговорить со скалой и дальше. А Бог разгневался на меня за слова ваши, и вот слова ваши мы с вами два раза видели. Есть ли Бог среди нас? И второе, сарказм, что это не только необитованная земля, ну то есть она не такая, как в обитавании сказано, но и она вообще и пить даже не дает. То есть она земля-убийца. Нельзя. Вот Маше тогда рассердился. Это я суммирую немножечко, который все сильно дает тебе удел. Дальше Маше говорит вот что. Но умру я в стране этой, не перейду Ярдена, а вы перейдете и овладеете этой прекрасной землей. Зачем Маше это говорит? Он несколько раз это повторял. И теперь, ну скажем так, это акцент, это привлечение внимания. Я умру в этой стране. Но вы представляете себе вождя. Вождя, которого все любят, вождя, которому все привыкли подчиняться за 40 лет, вождя, который вел. Сказать, я вот сейчас умру тут, это вызвать шалость. Это вызвать слезы. И дай Бог, наши родители, бабушки, дедушки, когда они старенькие, они говорят, ну вот я скоро умру. Мы их останавливаем. Говорим, не говори этого, пожалуйста. Конечно, да, но пожалуйста не говори, потому что нам больно слышать это. И он говорит, я умру в стране этой и не перейду Ярдена. Но он специально эмоциональный отклик ждет от людей, чтобы показать то, что он сейчас говорит. Это очень важно для них. Что человек с собой может взять в могилу? Ничего. Он говорит, какая прибыль мне от того, что я сейчас говорю. Никакой. Я сейчас умру в этой стране. Польза мне никакая. То есть я не могу ни врать, ни пропагандировать, ни извлекать выгоду. Ничего мне не достанется. А вы унаследуете землю. Поэтому послушайте, что я сейчас вам говорю. Пусть у вас не будет и злопоклонничество. Пусть у вас этого не будет. Этого не делайте. Он говорит, давая понять, что нет ему смысла врать. Нет ему смысла лукавить. Он останется. Май-то он. Какая польза мне от того, что я сейчас вас обманул. А значит, я говорю правду, и польза будет у вас, и продлятся дни ваши, и дальше, и дальше. Он там много говорит о том, чтобы было вам хорошо. Вот, оказывается, зачем он говорит, я умру, я останусь здесь. Для того, чтобы доказать, что все его слова истинно, а не продиктованы какими-то личными соображениями или личной пользой. Нет, он делает это все только ради них. То есть, ради вас он к ним обращается. Очень красивый. Очень красивый. Это Хискуни обратил внимание на это. Комментатор Хискуни дает такое объяснение, почему эта фраза вдруг сказана. Мы бы могли пропустить ее, но сейчас нам становится понятно. И дальше. Та же глава еще четвертая здесь. То есть, почему машина не входит, мы пытаемся понять, потому что это очень сложное. Как правило, комментаторы сталкиваются с этой проблемой. Почему такой маленький проступок повел за собой такие большие, такое большое наказание, как не дать войти в землю, в которую он всю жизнь вел народ. Ну, опять-таки, наши мудрецы и наши комментаторы всегда соглашаются о том, что мы не видим всю картинку Всевышнего, мы не можем противиться его решению. И в данном случае Маше попытался, и тут же его садили. Довольно. Перестань, не проси меня больше об этом. Потому что в большой картинке мы не знаем, как методы руководства Маше отличались от метода руководства Йоши Абиннуна. Насколько Йоши Абиннун, мы потом в книге Йоши Абиннуна читаем какой-то талантливейший полководец. Если Маше поднимал руки, мы побеждали. Маликитян опускал руки, мы проигрывали, поднимал руки. И все, он вдохновитель. А Йоши Абиннун военачальник. У него талант военачальника. Он побеждает, он знает, как обращаться именно с войском. Может быть, он был, ну, как сказать, лучшим кандидатом в то время. И в большой картинке мы не можем разобраться. И маленькое замечание, оно мне очень понравилось. Это хорошо, если мы будем об этом помнить. Хорошо, если мы будем об этом помнить. Я очень часто рассказываю, что в Талмуде разбирается тема, какова причина разрушения первого храма. Талмуд от первого храма стоит на тысячу лет. Тысячу лет между ними. Ну, пытаются мудрецы понять, ну, почему же Бог разрешил? Почему Он разрешил разрушить свой храм? И вот, ну, вкратце такая страшная пугалка. В Талмуде писается такая история, что молодые люди из разных коинских семей в день жертвоприношений первый, кто утром должен делать жертвоприношение, определялся фактически спортивными состязаниями, прошу прощения. Это было в храме. К жертвеннику вели ступени. И молодые, потому что старики уже не могли так бегать, конечно. Молодые выставлялись впереди по команде. Выхватывал, он лежал, нож лежал на жертвеннике. Кто первый дотрагивался до ножа, тот и та семья и получала право делать жертвоприношение. А значит, в общем-то, и поесть, и колод, уважение. Все было. И вот двое побежали, одновременно практически добежали до ножа на жертвеннике, несколько метров туда, десятки, может быть. И один из них коснулся, а второй выхватил у него нож. И такая была досада, потому что, ну, там, видимо, показывали, кто был первый. И такая досада была у второго, что он вонзил нож в грудь первого. Это был толмут. То есть было это или не было. Но толмут это нам выдает, как тысячу лет назад произошедший реальный случай. И вдруг, значит, весь храм ахнул от того, что произошло. И вдруг отец раненого, бежит по ступенькам за сыном, подбегает к нему, достает нож из него и, подняв его, это толмуте рассказано, подняв его, показывает и говорит, он еще в агонии, то есть сын еще в агонии. Что это значит? Нож кошерный. Если нож касается трупа, то он не кошерный, и приносить жертву нечем. А если этот человек еще не, так сказать, не умер, то, значит, его можно помыть и дальше пользоваться. То есть вот такая, такое, понятно, что это был Болемайс, это для того, чтобы вызвать у нас отвращение к этим людям, которые там занимались, я имею в виду, в том числе священников, чтобы сказать, что это был такой грешный, неправильный богослужение, что Бог отвернулся от этого храма, он не захотел больше его видеть. Он дал его на растерзание, потому что осквернен он был. Чем осквернен? Тем, что кошерность стала выше ценности жизни. Такого, скорее всего, не могло быть, но нам дают эмоционально прочувствовать это. Так вот, таких примеров много. Таких примеров много. Почему? То есть, это лицемерие, это лицемерие и это превознесение ритуала над настоящими ценностями. А мы же говорим, убить человека, как убить весь мир, спасти человека, как спасти целый мир. Поэтому для нас ценность человеческой жизни не привлекаем к авторитету. Пику Ахнефиш, спасение жизни, все заповеди, можно запретить. Но вот Талмуд говорит, что вот раньше там люди по-другому думали, поэтому вот осквернили и храм, и саму идею богослужения и так далее. И вот интересная фраза, но ее нужно читать только на иврите, потому что перевод вообще непонятный, о чем здесь говорит. Остерегайтесь, чтобы не забыть вам союз Бога. Это сразу после того, как он говорит, что вы наследуете эту землю. Остерегайтесь, чтобы не забыть союз Бога всесильного вашего, который он заключил с вами. И дальше, вот по-русски непонятно. И чтобы не сделать вам себе извояние какого-либо образа, что запретил тебе Бог всесильный твой. Это русский перевод, не самый лучший на Земле. А дальше, воаситема, и сделаете, и чтобы вы не сделали воаситем, лахем, песель. Песель – это скульптура. «Васитем лахем песель тмунат коль ашер цива». По образу того, что заповедано. Цива заповедана. И комментарий будет такой, я бы хотел, чтобы это вот сегодня как-то так прозвучало. Комментарий будет такой, он говорит о том, что здесь написано «Коль ашер цива» каждой заповеди или заповеди. Песель – заповеди. Вот здесь что сделаете. И сделаете вы, чтобы вы не сделали себе изображение, похожее на, которое Бог заповедовал. Уникальная вещь. Уникальная вещь. Конечно, заповедь нельзя никак не отлить, не нарисовать, не покрасить. Но комментатор говорит, я забыл сейчас. Комментатор говорит о том, что заповедь можно сделать идолом. Песель. Вот почему я привел пример Талмуд. Заповедь, которую дает Бог, можно сделать идолом и поставить ее в углову угла. И она будет тогда преткновением, ловушкой. Не делайте из нее идола. Заповедь для заповедей. Заповедь для того, чтобы сделать вас лучше. Заповедь для того, чтобы тикунолам сделать, сделать мир лучше. Построить государство справедливое. Вот для чего заповеди. А если вы делаете заповеди ради вот совершенно непонятного значения, которым вы перенасытили ее, то вы сделали из нее песель. И вы поклоняетесь заповеди вместо того, чтобы поклоняться того, что за этим стоит. Очень хорошие, очень интересные комментарии. И дальше и дальше комментарии мы еще успеем. Дальше комментарии на 4.29. Но тут говорится о наказании. Рассеет вас Бог среди народов и останетесь малочисленными среди народов, которым ведет вас Бог. Будете вы там служить Богам, сделанным людскими руками из дерева и камня, которые не видят, не слышат, не едят, не обоняют. То есть в данном случае комментатор будет говорить вот что. Если вот при Моабе, там, когда Баальпиору служили, если в пустыне нет-нет до еда все-таки вы следовали каким-то чужим Богам и выбрали это добровольно, то когда вы придете в другие страны, вы невольно подпадете под влияние людей. А если учесть, что в древние времена представления о Боге или Богах были как о локальных Богах, то есть каждой местности был свой покровитель, Мордук был покровителем Вавилонии, там Баальпиор, Маава, еще кто-то, еще кто-то, они все были привязаны к месту, то когда вас изгонят, то вы посмотрите, что вот этим Богам молятся на этом месте и вас заставят молиться, вас заставят молиться, и будете вы поклоняться изделиям из камней и оттуда вот это уже важно и оттуда вы станете искать Бога всесильного твоего и найдешь если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой своей то есть когда человек попадает в изгнание когда он не окружен своими близкими когда нет под ногами святой земли у него остается возможность найти Бога искать его мивакеш это просить его искать или просить в современном мире мвакеша это пожалуйста мивакеш это просить кого-то и вот если вы будете взыскать тогда правильнее было бы на русский на такой возвышенный русский переводить взыскать Бога то вы найдете его и тут же комментарий вмешивается и говорит что если ты будешь искать Бога то там там в изгнании то ты его найдешь и в данном случае это просьба то есть взыскание Бога не для того чтобы тебя вернуть не для того чтобы подменить наказание а дать тебе возможность жить с ним там в изгнании это первый первая возможность первый вариант взыскания Бога когда ты оказываешься лишенным ты чувствуешь пустоту многие из нас чувствуют ее перемещаясь просто из одной страны уже можно почувствовать пустоту когда не хватает когда ты потом начинаешь искать своих когда ты начинаешь приходить в общину когда ты начинаешь чувствовать поддержку и чуть-чуть наступает умиротворение чуть-чуть наступает чувство локтя и единство группы и единство народа Но до этого нужно дойти, и это и есть взыскание Бога. Ты можешь его найти. И в него. Он оставит тебя в изгнании, он поддержит там тебя. Ты найдешь, если будешь искренне хотеть его искать. И дальше. Всей душой своей. И дальше. В несгодах твоих, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней возвратишься ты к Богу Всесильному твоему и будешь слушаться голоса Его. Как здесь. В беде твоей, когда постигнут тебя все эти несчастья, и в конце возвратишься ты к Господу твоему и будешь слушаться голоса Его. И вот один очень интересный, необыкновенный судьбный комментатор, его зовут Радихаим Ибанатар. Чаще всего его называют Оргахаим, свет жизни. Он написал книгу Оргахаим, потом Май-Шива открыл Оргахаим, его отождествляет Оргахаим, его так называют Оргахаим. Он сказал, что есть два вида поиска Бога. Или мевакеш, взыскание Бога, желание Бога, стремление к Нему. Есть два. Первый из них, это когда ты чувствуешь пустоту, и это добровольно. Это добровольно. Ты понимаешь, что ты без Него не можешь. Не можешь. А второй вариант, это когда тебя заставляют несчастья и беды, которые ты переживаешь, которые на тебя сыплятся. Несчастья и беды, ты вернешься, шурф, ты вернешься к Богу, когда тебя постигнут все эти несчастья. И он говорит, что это два разных человека. Это два разных взыскания Бога. Одно, это когда ты сам Его хочешь, добровольное. А другое, когда тебя вынуждают несчастья и беды. Недавно звонит мне мой очень хороший товарищ, наш прихожанин. Мы говорим, что совсем все, что-то перекосят пошло. Как-то и тут не так, и тут не так, и тут не так. Совесть подсказывает, может, я мало даю на синагогу. Я говорю, ты знаешь, отец, можно давать добровольно. Можно поделиться добровольно. Можно принести на стаку или на праздник, или еще как. Как ты считаешь нужным. А может быть, это второй вариант, когда несчастье вынуждают тебе это делать. Когда ты понимаешь, совесть просыпается от того, что у тебя сыпется несчастье. И вдруг ты говоришь, я не додал. Я что-то не доделал. Не домолился, не доприходил. Не додал немножечко в знаке денежек. И вот тогда, да. И я скажу, это не был не единственный случай, когда человек из-за неприятностей, из-за несчастья приходит к мысли о том, что он делает что-то неправильное. Так вот, первый-то, в общем-то, скорее приходит. И он не испытывает этих несчастья. Там же написано, станешь искать Бога и найдешь. То есть, оба находятся в изгнании, оба находятся в одинаковой ситуации. Но один раньше начал, нашел и живет в надежде, но без страданий. А второй откровенно страдает. А это второй способ. Считается, что вот первый, ну, более взрослый, более разумный. Не надо ждать, пока несчастье тебя постенет. И концовочка этих размышлений очень невероятная. Очень невероятная. Это тот же Ор Хаим. Это тот же Хаим Ганатар. Он говорит, но если ты испытываешь несчастье и беды, знай, что это родовые муки Машиаха. Вот, закрутил. Человек трудно переживает и несчастье, и беды. И никакие надежды особенно и утешение ему не помогают. Кроме того, что вдруг приходит осознание, да не твои это несчастье и страдания. А происходит какой-то перенос. Это муки рождения Машиаха. Вот ты сейчас страдаешь. Это перед тем, как это все закончится, и спасение придет. Для еврея, я не знаю, сколько тысяч раз такая мысль должна была спасать еврея. Как она перее... Она дает другую точку зрения на то, что с тобой происходит. И уже из личного, эгоистичного, внутреннего борения ты понимаешь, что это маленькая капелька. Ты, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. Но чем больнее, чем печальнее, чем больше слез проходит с большим количеством евреев, тем надежнее это все закончится, потому что придет Машиах, посланник Всевышнего, помазанник Всевышнего. Вот. И очень-очень трудно остановиться и уложиться во время. Что мне еще понравилось? Очень интересное. Мы с вами невольно, невольно, если только не попадаем под христианское влияние Хасвахаливы. Вот. Мы знаем, что как-то очень скупо еврейская традиция разговаривает о том, что было до сотворения мира, или что будет после этого мира. То есть рай. У нас нет такой привычки описывать рай. У нас рай-то нет, у нас есть будущий мир. Но вот не поощряется. Мало того, Голоха даже и запрещает интересоваться такими вопросами. В 4 главе 32-й посылка. 32-й посылка. «Ибо спроси о временах прежних, что были до тебя. С того дня, когда сотворил всесильный человек на земле, и от края неба до края неба, было ли что-нибудь подобное к этому великому делу. Ключевая фраза – с того дня, когда сотворил всесильный человек на земле. И нам запрещено спрашивать, что было до этого». Ну, то есть не то, чтобы запрещено. Не поощряется спрашивать. Потому что наши мудрецы боятся фантазий. Доказательств никаких нет, свидетельств никаких нет. А фантазии, вы знаете, по нашим бракам христианам, могут, как сказать, переливать через край, когда описываются всевозможные мучения адские, райские песнопения. Ничего такого у нас нет. И вот, основываясь на этом по сути, на 32-м, у нас глуха о том, что вот нет, не надо. Давайте интересоваться тем, что написано в Торе. Давайте интересоваться тем, как лучше исполнить то, что в наших силах, и то, что в нашем разумении, в нашем понимании, и уже разъяснено в течение нескольких тысяч лет. Вот это получается важнее. Как ты проживешь жизнь важнее, чем то, что ты получишь потом. Будет потом, будем говорить о потом.